В эти минуты в крупнейших городах мира новые протесты под общим названием «Женский марш против Дональда Трампа». Он уже вторые сутки как президент Америки, но количество митингующих сегодня сопоставимо с тем, сколько людей было в Вашингтоне на инаугурации накануне. Итак, Лондон. Около 80 тысяч человек прошли от посольства Соединенных Штатов до Трафальгарской площади. Многие недовольны его высказыванием в адрес мигрантов. А в Париж, например, свой повод. Трамп намерен пересмотреть соглашение по климату, достигнутое как раз во французской столице. Сторонники Американской демократической партии, проигравшие выборы, присоединились к шествиям в других европейских городах. И, конечно, марши в самом Вашингтоне. Оттуда репортаж нашего собственного корреспондента Анатолия Лазарева. Инаугурация закончилась, но особые меры безопасности в Вашингтоне остались. Сейчас в центре города проходит масштабная акция протеста. Так называемый «Марш женщин». Заявлено 200 тысяч участников. Мужчины тоже приглашены. Состав участников разнообразный. Здесь и экологи, и феминистки, и правозащитники, и представители секс-меньшинств. Требования у всех разные, но объект претензий один. Президент Дональд Трамп. Мы хотим показать этому типу в Белом доме, что он не наш президент, что у него нет мандата от нас. А вот такая вещь, как глобальное изменение климата, есть. Все требования организаторы объединили в общий документ. Получилось четыре страницы. Надеются передать в новую администрацию. Президент Трамп начал издавать указы еще накануне, не дожидаясь своего первого официального рабочего понедельника. В промежутке между парадом и инаугурационным балом он подписал свой самый ожидаемый указ о системе медицинского страхования. Обама Керр пока не отменена, но первый шаг в этом направлении сделан. Наследие предыдущего президента исчезает в буквальном смысле на глазах. В овальном кабинете малиновые шторы заменили на золотые. Убрали подальше бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. А на его место вернули Уинсона Черчилля. Также с сайта Белого дома после инаугурации Трампа исчезли два раздела. О глобальном потеплении и об обеспечении прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Инаугурационная речь Трампа не сильно отличалась от его предвыборных выступлений, отмечают многие наблюдатели. Трамп почти год обещал, что когда придет время, он будет опираться на президентский стиль правления. Его речь показала, что он намерен править так же, как вел избирательную кампанию. В прямом контакте со своими сторонниками, без обычных тонкостей, минуя привычные каналы власти. Выдержав речь в духе «вся власть народу», он говорит от первого лица, а не от имени своей администрации, вновь противопоставляя себя вашингтонским элитам, отмечает пресса. Он говорил о разгоне вашингтонской элиты, стоя в окружении этой самой элиты. Не только проигравших демократов, но и республиканцев, которые теперь тоже начинают задумываться о своем будущем. Подобной инаугурационной речи еще никогда не было. Он совершенно не пытался смягчить свои выпады в адрес тех, кого считают своими политическими оппонентами и врагами. И он сделал это прямо у них на глазах. Он стоял перед ними и говорил, «Вы грабите Америку ради собственной выгоды». Это было сильно. Америка прежде всего. Отныне этот принцип считается в Белом доме единственно верным. При этом президент дал понять, что пресловутый экспорт демократии больше не является для Вашингтона ни целью, ни средством. Мы будем стараться установить дружеские и доброжелательные отношения со всеми странами в мире. Но при этом мы понимаем, что у каждой нации есть право в первую очередь отстаивать свои интересы. Мы больше не будем навязывать наш стиль жизни, но сделаем его таким блестящим примером, что все захотят ему последовать. То, что Трамп готов двигаться вперед вопреки грузу прошлого, он продемонстрировал и на приеме в Конгрессе. В зале присутствовала Хилари Клинтон. Еще совсем недавно непримиримый соперник Трампа поедва ли не самой грязной избирательной кампании в истории США. Президент поблагодарил ее. Сказал, что очень уважает и для него большая честь знать семейство Клинтон. В зал, следом за Трампом, аплодировал Хилари Стоя. Я считаю, что он хорошо смог сплотить людей, сказав вещи, которые все от него ждали. Не только его сторонники, а все. Первые документы Трамп подписал прямо в Конгрессе после инаугурационной речи. Он явно был в хорошем настроении, улыбался, шутил. Каждую подпись он ставил отдельной ручкой и тут же дарил ее кому-то из присутствовавших. Первый подобный сувенир республиканец Трамп поддал демократу Нэнси Пелоси, возглавляющей парламентское меньшинство в палате представителей. Инаугурация событий не только политическая, но и светская. Особое внимание к наряду первой леди Мелани Трамп. Все отметили элегантное голубое платье, в котором она была днем, и тут же стали гадать, в чем она выйдет на инаугурационный бал. Для вечера она выбрала длинное струящееся платье кремового цвета с открытыми плечами. Первый танец за первой семьей. Под любимую песню Трампа с символическим названием «Мой путь» Фрэнка Сената. За этот вечер Трамп с супругой посетили несколько баллов. Последний для американских военнослужащих. По телемосту организовали общение с военными, дислоцированными в Афганистане. Эксперты сразу же отметили, это было призвано пощеркнуть, что именно борьба с терроризмом – главный приоритет внешней политики нового главы государства. И именно здесь слово взяла, до тех пор сохранявшая молчание на всех мероприятиях, Мелания Трамп. Спасибо вам за вашу службу. Это честь для меня стать первой леди. Мы будем бороться. Мы победим. И мы сделаем Америку снова великой. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Григорий Емельянов. Первый канал США. Продолжение следует...